Все вы знаете, что инстасамка недавно замутила новый постановочный скандал. История с визажистками, которых она якобы прогнала из-за опоздания. Облетела весь интернет и практически все известные люди поспешили на это отреагировать. Кажется, Даше только это и нужно было, но сейчас в сети разгорается ее новый конфликт. Даже не конфликт, а настоящая война. И на этот раз с Клавой Кокой. Что же там случилось, расскажем в этом выпуске. С вами Вреках, погнали! Субтитры сделал DimaTorzok Клавы не пришлось долго ждать и уже через пару часов она написала Даше «Го, встретимся, потрещим, чист за жизнь». Вот так выглядела их переписка. Видимо, девочки договорились о совместном треке и, возможно, даже уже записали его. Но все испортили скандальные выходки инстасамки. Нужно вспомнить не только инцидент с визажистками, но и ситуацию с курьерами, на которых она постоянно орет и выливает содержимое пепельниц. Конкретно Клава Кока высказалась лишь о ситуации с визажистками и горящими деньгами. Кстати, вот как это выглядело. Девочки, знаете что? Это было последнее ваше опоздание. Вышли обе на квартиры. Обе собрали свои кисточки и вышли на квартиры. Я вам говорю, собирайте свои гадки. И нахуй. Платила. Так вот, к чему я это? Я лучше сожгу эти деньги. После всего этого настал черед Клавы Коки высказаться о Дарье. Ведь всех интересовало мнение подруги инстасамки. 18 февраля екатеринбуржская певица Клава Кока отказалась от совместной работы с инстасамкой. Артистка заявила об этом в сторис инстаграм. Вот ее цитата. Знаешь, я хотела пойти к тебе навстречу и подумать о нашей с тобой совместной работе, о которой ты меня просила. Но, к сожалению, ты рисуешься для меня и для других совсем не тем человеком, которым являешься. Я считаю, что твой поступок низкий. Люди, которых ты оскорбила в тысячу раз достойнее, чем ты. Мне безумно жаль тебя, что ты в принципе можешь так мыслить и поступать. Надеюсь, что жизнь нас с тобой никогда не сведет. Певица подчеркнула, что каждый человек достоин уважения вне зависимости от социального статуса. Люди, у вас все получится, добавила Клава, обращаясь к подписчикам. Тогда многие, конечно, осудили Дашу. И, возможно, у нее просто не было времени ответить на все выпады в ее сторону. Она сняла одно большое видео, где ответила сразу всем. Принести извинения всему обслуживающему персоналу, курьерам. Казалось бы, ситуация с Кокой быстро забудется. Но тут произошло одно интересное событие. Как вы знаете, Даша должна была озвучивать персонажа в мультфильме 100% Вол. Но ее выгнали из-за скандала. Дальше больше. Создатели анимационного фильма нашли выход из ситуации и подобрали нового звездного актера озвучки. Свой голос персонажу, который должен был разговаривать голосом самки, подарит участница Black Star и блогерша Клава Кока. Она опубликовала в Instagram Stories из студии звукозаписи, в которой поделилась с подписчиками, где именно они смогут услышать ее голос. Вот ее цитата. Спустя полтора года я вернулась на звукозаписывающую стулью, чтобы снова озвучивать кое-что на больших экранах. Совсем скоро мультфильм 100% Волк с кусочком моей озвучки, сказала Клава. Ранее кинокомпания Ten Letter заявляла, что озвучка этого мультфильма проходила еще летом 2020 года, а в прокат фильм должен выйти уже этой весной. Однако в феврале было принято решение внести коррективы, заменив голос одного из героев. Такое решение кинокомпания приняла после скандального случая, произошедшего с Дарьей Затеевой. И они подобрали неплохую замену. Мультфильм 100% Волк с голосом Клавы Коки выйдет в прокат 8 апреля. Вот как выглядит трейлер. Замена, наверное, оправдана, так как в отличие от Инстасамки, у Клавы Коки есть опыт озвучивания в кино. В мае 2018 года она озвучивала русский перевод сериала Riverdale на телеканале Пятница. После новости о том, что Клава Кока заменит ее, Инстасамка развязала настоящую войну. Недавно у нее и Коки вышли треки, и Даша начала реально троллить певицу. Самка посмеялась над свежим релизом Клавы Коки «Сладкие мальчики». Затею его рассмешило маленькое число прослушиваний нового трека. Клава Кока выпустила новую песню «Сладкие мальчики» 4 марта. В ней артистка поет о современных мужских трендах, таких как маникюр и крашеные волосы. Спустя 10 часов после релиза трек набрал около 11 тысяч прослушиваний ВКонтакте. «11к ха-ха-ха и кому еще нужен был фит» написала Затеева в сториз. Она напомнила, что 4 марта тоже собирается выпустить песню. «Сегодня у мамы выходит трек, и мама покажет, сколько должно быть на плейлисте», добавила Инстасамка. И мама выпустила трек, вот как он звучит. После дропа песни Даша разразилась огромным количеством сториз. Вот что она сказала про свой трек и Клаву Коку. Мне всего лишь 20 лет, и я никогда не ходила ни по каким продюсерам, ни по каким кастингам, ни у кого ничего не просила, никогда не делилась своими деньгами ни с кем. Так что... «Suck my dick». 20 лет. А я уже самая высокооплачиваемая рэп-исполнительница в России. «Suck my fucking dick». «Dick». Как бы вам сложно эта информация не давалась. «Suck my dick». Я сейчас вам включу трек, который называется «Сладкие мальчики». Слушайте. Ребята, за***ни, я еще забыла сказать. «Suck my dick». В своем монологе Дарья упомянула продюсера. Это прямой троллинг Клавы Кокки. Как мы знаем, она подписана на лейбл Black Star. В интервью журнал Glamour Кока призналась, что в продвижении всегда помогал один из основателей лейбла Павел Курьянов, более известный как Пашу. Так что становится понятно, о чем говорит самка. Клава Кока ответила в своем инстаграме инстасамки, но с ее стороны была только одна сториз, что ставит Коку в более выигрышное положение. А на сегодня у нас все. Как вы думаете, кто победит в этой войне? Пишите свое мнение в комментариях, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Всем пока!